Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу самый крутой скрипт для бисфарм симулятора. Для этого, естественно, нам потребуется чит. Ссылка на чит и скрипт, естественно, будут в описании. Так, для этого, значит, давайте сначала займем место, чтобы у нас появились пчелы. Теперь, что нам нужно сделать? Первым делом открываем сам чит. Так, вот он открылся. Сразу скажу то, что чит с ключом, но не беспокойтесь, его очень легко можно получить. Также скоро видеоролик по этому читу, как его скачать, будет. Ждите. Буквально, может быть, через несколько дней. Так, значит, после того, как мы открыли чит, скачиваем сам скрипт. Он тоже будет в описании. Вставляем его сюда. После этого нажимаем на кнопочку инжект. Ждем, пока заинжектимся. И, как видите, у меня не инжектится. Значит, смотрите. Если у вас автоматический инжект не работает, значит, нажимаем вот сюда на настройку и выбираем один от из этих вариантов инжекта. Допустим, я включу инжект версии 2.0. Все, сделали. Закрываем. Все отлично. И нажимаем на кнопочку инжект еще раз. Так, и тут, получается, идет проверка. Какой DLL работает. Все отлично. Я заинжектился. Короче, там, получается, идет проверка. Проверяются, какие DLL работают, какие нет. У меня сейчас выбран DLL where devs. Он сейчас работает. И у меня получилось заинжектиться. Отлично. Так, теперь нажимаем вот на эту кнопочку. Экзекьютим скрипт. Вот он появился. В принципе, функций довольно много. Но, возможно, тут довольно хороших функций особо-то и нет. Но самые основные они есть. Это самое главное. Так, значит, давайте начнем с первой функции. Самая основная. Это, получается, автофарм. Вот здесь мы выбираем с вами поле. Ну, допустим, давайте выберем грибы. То есть, грибное поле. Это вот это. Так, все выбрали. Включаем вот эту кнопочку автофарм. И сразу включаем автодик. Получается, автофарм отвечает за то, что мы будем автоматически фармить. А автодик это, получается, кнопка, с помощью которой за вас автоматически будет кликать на экран. Чтобы, получается, ваша палка собирала пыльцу цветов. Также здесь есть и другие функции. Давайте посмотрим их. Особо я их не рассматривал. Автосплинкер. Это, получается, у нас шипы. Я не знаю, они есть или нет. Давайте посмотрим. У меня вроде бы были, но их нет. Ладно. Короче, как я понимаю, эта функция автоматически активирует их. То есть, допустим, на вас кто-то нападает, вы ее активируете, и у вас тратятся шипы, и наносятся дополнительный урон мобу. Так, ладно. Значит, давайте, что я вам еще хотел показать. В принципе, к этим функциям чуть позже вернемся. Значит, смотрите. Помимо этого автофарма есть еще другой автофарм. Сейчас вам покажу, какой именно. Вроде бы это делается в настройках. Да. А вот здесь можно выбрать мод, с помощью которого будет происходить автофарм. Сейчас у меня стоял валк. Это, получается, бег. Как видели, я бегал, получается, и собирал вот эти вот штучки, которые появляются. Также можно сделать с помощью телепорта. Давайте покажу. Вот мы с вами выбрали. Активируем. И сейчас, получается, как появится вот этот кружочек, нас телепортирует. Да, как видите, это работает, получается, через телепорт. Отключаем. Там еще какие-то были. Давайте посмотрим. Вот это я не знаю, как это переводится. Давайте посмотрим, как это выглядит. Так, ждем, пока появится крюльешочек. Кружочек. Ага. Это тоже типа телепорта, но... Тут более-менее какой-то элемент, получается, полета присутствует. Немножко. Но особо, конечно, не очень. Он выглядит, я бы так сказал. Так, и давайте последний быстренько глянем. ТВН называется. Тоже не знаю, как переводится. Включаем. Между собой, в принципе, они все похожи. Ну, каждый чем-то отличается. Это тоже типа как полет, но еще жестче. Ну, лично, как по мне, самое выгодное, то есть, самый выгодный автофарм, это все-таки через валк. То есть, бег. Так, давайте тогда быстренько до конца зафармим рюкзак. И также, кстати, когда вы фармите, полностью забиваете рюкзак. Ваш персонаж телепортируется. И ваши пчелы автоматически вот эту пульсу перерабатывают в мед. Потом, после этого, когда вы переработаете пульсу в мед, у вас опять тп не получается на это поле. Давайте, в принципе, сейчас это посмотрим. Так, пока что посмотрим другие функции. Как я понимаю, эти функции у нас в основном отвечают за автоюзание. Ну, то есть, чтобы, получается, у вас автоматически заюзалась вот какая-то такая штука. Ладно, в принципе, я думаю, сами разберетесь. Тут особо сути это не играет. Конечно, может быть, кому-то и поможет. Но я думаю, вы сможете разобраться. А трейнинг краб, короче, вот эти функции я тоже проверял. Значит, вы, получается, просто, по-моему, тпхаетесь на краба сверху, чтобы он вас не дамажил. И ваша пчела, по идее, ему наносит урон. В принципе, можно это сейчас будет быстренько проверить. Почти заполнили рюкзак. Сейчас осталось буквально чуть-чуть. Конечно, тут не мешает фармиться. Это плохо, потому что это, естественно, намного дольше фарм будет идти. Ну, ладно. С этим ничего не поделаешь. Так, остается буквально 3000. И нас, по идее, сейчас должно телепортировать на переработку. Смотрим, как это сработает, как это вообще выглядит, чтобы вам наглядно показать. Все, почти заполнился рюкзак. Чуть-чуть осталось. Все, отлично. Как видите, получается, нас телепортируют на переработку. Сейчас у меня автоматически активировалась кнопка Е, с помощью которой можно переработать, получается, пыльцом мед. И, как видите, пчелы переработают, сейчас перерабатывают пыльцу в мед. Все четко. Конечно, делать они, скорее всего, довольно долго это сейчас будут. Но подождем. Давайте пока глянем, какие тут функции еще есть, чтобы вам показать. Автодиспенсер, как я понимаю, это вроде бы называется, типа, как микроконвертер. Нет, это не то. Короче, что-то связанное с диспенсером. Как я понял, это, скорее всего, улучшается ваш диспенсер или нет. Ну, давайте сейчас посмотрим, в принципе, все. Сейчас переработают, получается, пыльцом мед и посмотрим. Получается, вот эта функция у нас отвечает за автоматическое активирование шторма из меда. Насколько я помню, он находится вот где-то там. Также автоактивирование буста. Так, давайте соберем награды. Или это бонус был? Ладно, все, не успел собрать. И, как видите, у меня, получается, пыльца вся переработалась в мед, и у меня опять автофарм пошел. Все, отключаем. Он нам больше не нужен. А вот это, получается, у нас буст. Флейт. Давайте посмотрим, есть у меня такое или нет. А, фил. Неправильно прочитал. Да, это у меня есть. Это, получается, буст. То есть, если вы нажмете на эту кнопку, у вас, по идее, активируется вот этот вот буст. В принципе, решать вам, нужно вам это или нет. В принципе, наверное, все-таки выгнете это делать через панельку, чтобы сразу себя не активировать. Так, автофри. Энд пасс. Получается, вы будете забирать автоматически бесплатные пассы. Но, скорее всего, у меня не сработает, потому что, как видите, у меня эта локация закрыта. Так, у меня прыжок сломался. Ну, ладно, в принципе, не суть. Так, можно, короче, телепортироваться, получается, к яйцу. Давайте попробуем. Тут написано то, что это еще может привести к риску. Как я понял, он тпхается, короче, не к этому яйцу, а вот к этим кругляшкам, которые находятся на локации. Где бы вам их показать? Я вот недавно видел. Где-то он тут был. Ну, ладно, короче. Получается, на локации разбросаны еще всякие ништяки, типа подарки. Вот, находя их, вы, получается, забираете их бесплатно. То есть, появляется, грубо говоря, вот как на поле кругляшочек. Давайте покажу. Только они разбросаны по локации. Вот. И, получается, включаем эту функцию. По идее, нас должно телепортировать на все яйца с этим кругляшком, чтобы у нас бесплатное яйцо появилось. Но, как видите, это, к сожалению, не работает. Возможно, у вас это сработает. Или же, возможно, я это уже все собирал. Также, можно телепортироваться на RARES. Это, получается, раритетные вроде, или как-то так переводится. Не знаю, что именно тут описано, про что говорится. Ну, ладно. Автофарм Метеорс. Короче, получается, когда, как я понял, падают какие-то метеоры, вы их можете автоматически собрать. Фаст мод какой-то есть. Это, скорее всего, там, в два раза, в три раза, может быть, быстрее что-то делать будете. Окей. Ладно, это не суть. Проверяем автодеспенсер. Так, почему-то не работает. Скорее всего, как я понимаю, автодеспенсер это вот это. Нет. Называется по-другому. Ну, ладно. Извините, то, что, конечно, я особо не понимаю, про что тут говорится, потому что уже давно не играл в бисфарменный симулятор, и я уже много всего забыл, что тут было и что значит. Ладно. Значит, давайте посмотрим вот эти быстренько функции. Ну, как я вам и говорил, изначально то, что вы, получается, тпхаетесь наверх, и ваши пчелы должны дамажить этого краба. Но, как видите, это сейчас работает довольно криво. Работает из-за того, что нужно больше пчел. Давайте посмотрим, сколько там пчел нужно. 35 пчел вроде бы. Вот. У меня, естественно, пчел нет, и меня будет телепортировать обратно на спавн. Из-за того, что тут, скорее всего, стоит автодетектор, чтобы вас телепортировал обратно, потому что у вас нету 35 пчел. Так, и давайте проверим вот эту функцию. Ага, здесь мы, получается, тпхаемся на улитку. Кстати, эта локация у меня открыта. Как видите, все работает. Меня тпхнуло, получается, под низ. Вот вылезла улитка, и по идее сейчас пчелы мои должны долететь, и ее начать дамажить. Давайте немножко подождем и посмотрим. Так, вот пчелы долетели, и начинают ее дамажить, как видите. Конечно, некоторые там промахиваются. Насколько я помню, там, по-моему, нужен довольно большой уровень для пчел, чтобы они могли дамажить, получается, эту улитку. Так, давайте быстренько другие функции глянем. Так, это получается у нас автопрокачка уровня у пчел. Ну, значит, смотрите, ставим здесь один, здесь тоже один. Это за сколько секунд или миллисекунд будет активироваться? Давайте 0,5 поставим. Готово. Футэмаунт. Один тоже поставим. И здесь, короче, нужно, получается, выбрать еду для пчел. Так, ну, допустим, у меня есть печеньки, 56 печенек. Давайте их оставим и включаем. А, смотрите, насчет вот этой функции Line Write. Это, получается, пчелы идут по очередности. Смотрите, получается, вот эта пчела у меня первая, это вторая, третья, четвертая, пятая и так далее. Давайте, допустим, поставим на четвертую пчелу и включаем. Это, получается, у нас пчела LookerBee. Включаем. Все отлично. Как видите, эта функция работает. Получается, постепенно у меня печеньки тратятся, ей опыт прибавляется. Вот здесь вот все пишется. И также вот здесь название пчелы написано, что это LookerBee, которую мы с вами выбрали. То есть, получается, после пятой идет вот это, как я понимаю, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая и так далее. В принципе, довольно полезная штука, чтобы вам автоматически активировать вот это все. Если у вас очень много печенек, вы также можете намного быстрее поставить активацию и сохранить довольно много времени. И чтобы не кликать вручную. Music. Ну, тут в основном функции, в принципе, второстепенные. То есть, допустим, здесь вот можно одеть маску какую-то, но, естественно, она оденется только если она у вас куплена. Если у вас маска не куплена, то она не оденется. В принципе, по оставшейся функциям, я думаю, сами разберетесь, посмотрите. Как видите, скрипт довольно крутой. В принципе, на этом буду заканчивать. С вами, как всегда, был Избан. Кому понравился ролик, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok